Друзья, всем привет! Это Клуб Рыболов Одесса и мы снова с вами. Одесское лето уже в полном разгаре. Яркое солнце и долгожданное тепло радуют всех жителей города и приезжих. На улице ароматно светет акация, а во всех одесских двориках уже вовсю жарят свеженькую ставридочку. Как тут усидеть дома и отказать себе в посещении любимого пляжа или прогулке по городской набережной? Но мы, как и все одесситы, очень занятые люди. Работа, дети, чьи поступления в институты отнимают у нас так много времени и, извиняюсь, нервов. Однако морская рыбалка, а в нашем случае еще и клубная, где мы имеем замечательную возможность не столько рыбки половить, сколько пообщаться со старинными приятелями. Совсем другое дело. Вот и в этот раз 10 любителей ставридки и по совместительству давнишних приятелей в считанные часы зафрахтовав приличного размера катер, можно сказать, практически белый пароход, уже браво рассекали волну, выходя с пристани в бурлачей балке, направляя их к заветному второму бую, расположенному по левую руку от шпоры. Для тех, кто не знает, это один из самых длинных пирсов у нас в городе, уже давненько облюбованный одесситами, желающими порыбачить на море с берега. Порта вышли быстро и с удовольствием приступили к любимому делу ловля ставриды на Самодуру. А что из этого вышло, друзья, вы сейчас и сами сможете посмотреть. На этой рыбалке у нас в ставридке осталось много вопросов. И уже на следующий день мы решили оставить все точки над И. Всем доброе утро. И мы снова с вами. Вчера мы с вами побывали на рыбалке, выходили из бурлачей балки на ставридку. Рыбалка была ничего, но мне кажется, мы чего-то все-таки недопонимали. И решили утром проверить свои выводы по вчерашнему дню. Судя по всему, они были сделаны правильно. Если оператор переведет камеру на удилище, вы увидите, что происходит с моим многострадальным фидером. Посмотрим, что там у нас. Ой, смотрите, воду, 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 воду. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот таких вот замечательных ставридок нам сегодня здесь удаются. Ну что ж, друзья, Клуб Рыбалов Одесса, рыбачки с нами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, она даже зацепилась, друзья, привет, и говорит снова здрасте. Мы продолжаем нашу рыбалку, не столько рыбалку, сколько работу над ошибками прошлой, так сказать, нашей ставридной вылазки. Меняя самодуры, в течение дня мы пришли к выводу, что наиболее эффективным самодуром, я с удовольствием поделюсь с вами, был вот такой вот на сегодняшней рыбалке перламутр. Фантастический цвет, выполнен, так сказать, золотыми руками нашего мастера. И давайте, так сказать, чтобы не быть голословным, и проверим, как это будет прямо сейчас у вас на глазах. Я опускаю до самого дна грузила. Судя по всему, вот, посмотрите, какая красивая ленточка поднялась у нашего рыбалова рядом. Экран-зарядка аккумулятора. Усложаем нашу рыбалку, мы, только наше удилище коснулось зная, и посмотрите, что происходит с кончиком нашего фидера. Он просто фантастически играет, насаживая одну за одной, как говорят здесь, заселяет самодур. Давайте посмотрим, что там на самом деле удается. Заселилось, да. Тихонечку, полигонечку. Ну-ка, 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 давайте смотреть, давайте по вместе считать, что там нам сейчас осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать вот таких вот замечательных. Ставридов, друзья, зачетных. Зачетных, как говорит вот мой коллега. Ну что, друзья, клуб рыбалов Одессы, рыбачий с нами, работа за шипками проведена. Такая вот незабываемая двухдневная клубная рыбалка нам удалась. Друзья, захотите узнать больше о рыбалке на Ставриду в Одессе, подтягивайтесь в наш клуб, что на Раскидайловской, 38. Где мы, без утайки, поделимся с вами деталями состоявшейся клубной рыбалки. Расскажем и, главное, поможем подобрать для вас самые уловистые снасти для лова Ставриды на Черном море. Клуб рыбалов Одесса, рыбачий с нами!